Баттл Стейшн с Мидуэй Баттл Стейшн с Мидуэй Баттл Стейшн с Мидуэй Баттл Стейшн с Мидуэй Баттл Стейшн 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 зеленой рамочкой и отправить в сторону противника с приказом атаковать все на своем пути. Здесь играет роль не столько тактическое руководство, сколь стратегическое планирование. Пятерка за геймплей. Графика не то, что технологична, но благодаря таланту художников картинка просто сказочно красива. Отдельного разговора заслуживает вступительный ролик, выполненный на высочайшем уровне. Пятерка за внешний вид. Музыка просто чудесна. Жаль только, что ее мало, всего шесть треков. Но без капли дегтя не обошлось. Озвучка диалогов, увы, столь же отвратительна, сколь и тексты. Четыре балла за звук. Но несмотря на мелкие недочеты, игра получилась отличной. На все пять баллов. Если вы вдруг увидите в игре подбитый танк, обломки современного боевого самолета или что-нибудь подобное, не удивляйтесь. Это не пасхалки, а прямые намеки на то, что нас ждет в будущих играх. Герой уничтоженных империй с самого начала задумывалась как трилогия. А если дело пойдет хорошо, не исключены и дальнейшие продолжения. Что можно только приветствовать. В кои-то веке на территории СНГ появилась игра, в которую приятно поиграть. Но вопросов от этого не меньше. И на самые частые из них мы сейчас с удовольствием ответим. В настройках игры есть такой параметр «Только развитие». Что он означает и в каких случаях его стоит использовать. Отвечаем. Под ним подразумевается, что все герои со старта автоматически применяют заклинания вызова. И все герои будут играть в стратегическом стиле. Но если в процессе колдовства успеть продать карточку заклинания, герой остановится. Вуаля! Теперь вы играете в стиле РПГ. Вопрос. Никак не могу разобраться с аурами героя. Что они дают? Отвечаем. Аура Ярости. Плюс к атаке, минус к защите всем окружающим. Скорости атаки не прибавляет, но тоже полезно. Ледяная аура замедляет и снижает защиту всем окрестным врагам. Очень полезно. К тому же имеет дополнительное свойство. От медленного противника легче сбежать. Аура Сокрушения. Воины вокруг варвара начинают наносить дробящие повреждения. Стрелы Ветра. Дает плюс 3 к повреждению. 120 к дальности атаки, но снижает ее скорость. Было бы полезно, если б не чудовищные 33% от скорости атаки. Да, выстрелы будут сильнее. Да, они будут бить дальше. Но стрелять вы станете реже, и количество наносимого вами урона на единицу времени окажется меньшим. Эх, и куда только не забрасывало игроков воля разработчиков. Мы были и в Нью-Йорке, и в Средиземье, и на Марсе, и еще много где. Посещали, разумеется, и океанские глубины, но только на грозных подводных лодках. А вот светлая идея запихнуть игрока внутрь акваланга почему-то не пришла никому в голову. До недавнего времени. В Diver Deep Water Adventure вам предстоит с головой окунуться в подводную жизнь и совершить огромное количество незабываемых приключений. Перед тем, как бултыхнуться в морскую пучину, игроку придется пройти несколько обучающих миссий. После этих уроков можно отправляться на глобальную карту. Здесь есть все, что нужно покорителю глубин. Роскошный океан переливается шейдерами. Прибрежные города манят блеском огней. В портах кипит жизнь и сверкают неономагазины. Сюжет игры рассказывает о парочке лихих дайверов. Разумеется, разного пола, которые работают на некую секретную организацию. Игра поступила в продажу 21 декабря 2006 года. Локализацией занимается новый диск. Рекомендуемые системные требования. Процессор 1,6 ГГц. 256 МБ оперативной памяти. Видеокарта уровня GeForce 3 с поддержкой пиксель-шейдеров. А также 650 МБ на жестком диске. Сами задания очень необычные. Затонуло, например, во время шторма яхта. Хозяин рвет и мечет в панике. Ведь на посудине остались очень важные документы. Извольте спасать. А как вам идейка отправиться в Карибское море? Там в 1692 году под воду ушел Порто-Роял. Один из самых богатых и красивых городов тех времен. Теперь ученые собираются заняться его изучением. Но вот беда. Место, где покоится город, оккупировали акулы. Нам предлагается уничтожить опасных рыбин. За геймплей мы ставим 5 баллов. Для фанатов дайвинга эта игра то, что нужно. Мир глазами аквалангиста — удивительное, завораживающее зрелище. Картинка впечатляет не столько новомодными графическими фичами, сколько своей необычностью. Но засматриваться на красоты не стоит. Это вам не морской скринсейвер. Замешкаешься, и вот уж в баллонах кончается воздух, и приходится делать ноги. То есть ласты в сторону поверхности. Короче, за картинку можно смело поставить 5 баллов. Очень красиво и интересно. А еще игра совершенно нетребовательна к ресурсам, что тоже добавляет балл к хорошей и нетребовательной графике. Красивые подводные просторы, затонувшие корабли, сокровища, загадки и интриги. В Diver Deepwater Adventures — первом в мире симуляторе ныряльщика. Все почти как в жизни. Разве что погибнуть по-настоящему нельзя? Наша общая оценка игры — 5 баллов. Diver Deepwater Adventures — очень необычная и инновационная игра, у которой есть все шансы поразить игроков своей неординарностью и свежим подходом. Реалистичный симулятор дайвера. Такого мы ведь еще не видели. И, конечно, для тех, кто заинтересовался этой игрой, у нас есть ответы на ваши вопросы и советы по прохождению. В первую очередь скачайте самый последний патч. Глюков в игре очень много. А теперь первый вопрос. У меня проблемы с деньгами. Мне нужно 15 штук, а у меня есть только 5. Как мне заработать денег? Отвечаем. Чтобы заработать денег, нужно собирать сокровища, используя металлоискатели. А затем продавайте их в музей или в бар. Обратите внимание, что сокровища, найденные с помощью металлоискателей, более дорогие. И нужно обязательно дождаться, пока металлоискатель четко укажет на сокровища. А еще в Сиднее самое дешевое оборудование. Следующий вопрос. Я фанатею от этой игры. Мне очень нравится миссия, где надо спасать батискап. Управляется он очень реалистично. Но я не могу пройти эту миссию целиком. Я режу все провода, причем с обоих концов, и ничего не происходит. Что делать? Отвечаем. Нужно не просто отрезать кабели, а еще и убрать их с лодки. Следующий вопрос. Помогите пройти пятую миссию. Никак не могу удрать от акул. Отвечаем. Нужно плыть как можно ближе ко дну. Тогда акулы останутся выше и не смогут вас съесть. Также можно использовать скутер, чтобы быстрее добраться до лодки. Смотрите во второй части программы. Вишилд. Сюжет крутится вокруг браво-копа Вика Маки, который возглавляет команду таких же жестких и бескомпромиссных парней, как и он сам. Battle Stations Midway. На выборы доступны все основные виды техники. Самолеты, надводные корабли и подводные лодки. А в мультиплеере можно разделить роли и координировать свои действия с товарищами по команде. Смотрите во второй части программы. Вишилд. Сюжет крутится вокруг браво-копа Вика Маки, который возглавляет команду таких же жестких и бескомпромиссных парней, как и он сам. Battle Stations Midway. На выборы доступны все основные виды техники. Самолеты, надводные корабли и подводные лодки. А в мультиплеере можно разделить роли и координировать свои действия с товарищами по команде. Battle Stations Midway. Экшена третьего лица The Shield. Вам предстоит лавировать между отпетыми негодяями и службами надзора за работой полиции. Реализованы эти приключения с помощью всех известных на сегодняшний день развлечений, которые только можно впихнуть в рамки жанра экшен. Полить по косым и немощным бандитам вы будете как в тире. Никакого вреда вам от этих бездарей не будет. В промежутках предстоит решать мини-игры и выполнять нехитрые задания начальства. Кроме этого, ваш герой чуть ли не в каждой миссии будет вынужден ползать на брюхи по помойкам, скрываясь от подслеповатых драг-дилеров. Роль сыщика придется играть и при обысках. Каждый ящичек, каждую тумбочку и помойное ведро ваш подопечный будет долго изучать и находить всевозможные улики. Мультиплеера в игре нет и о локализации в России пока тоже ничего не известно. Требования к игре таковы. Процессор с частотой 2 ГГц, 512 МБ оперативный и 128 МБ видеопамяти. На жестком диске V-Shield займет 2,5 ГБ. Геймплей довольно утомителен. Пострелять в волю вам не дадут мини-игры и бесконечный поиск улик. Так что чистокровного шутера не ждите. Сама же пальба выглядит тоже довольно кисло. За вами постоянно убивается напарник, как всегда хилый и немощный. Помощь от него никакой, а в случае смерти дружка игра заканчивается. И вы прямиком отправляетесь с начала этапа. Найденные улики, а это могут быть как запрещенные фармацевтические препараты, так и оружие, вы можете использовать следующим образом. Толкнуть их в ближайшие подворотни или же, как добропорядочные полицейские, сдать в управление. Большого веселья это не добавляет и на игровом процессе никак не сказывается. Разве что вы найдете пушку или аптечку. Разработчики постарались сделать хорошо всем, а в итоге получился банальный третисортный экшен. Тройка за геймплей. Графика заставит вас раз и навсегда разочароваться в играх. Разработчики постарались, чтобы игра как можно больше была похожа на оригинальный сериал. В итоге это вылилось в огромное количество скриптовых роликов, которые вам будут демонстрировать чуть ли не каждые пять минут. Все бы ничего, но сделаны они из рук вон плохо. Не лучше выглядит и сам игровой процесс. Персонажи угловаты и собраны по принципу копипейст. Тройка за внешний вид. От прародителя одноименного сериала Шил досталась лишь только озвучка. Профессиональные актеры сделали свою работу на отлично. Персонажи говорят и реагируют на реплики очень естественно, и если бы не отвратительная графика, можно было бы и впрямь решить, что перед нами не игра, а фильм. Пятерка за звук. В итоге мы имеем довольно кислый геймплей, низкую бюджетную графику и доставшуюся от сериала неплохую озвучку. Любителям боевиков оплаких полицейских игра может быть и понравится, но всех остальных хотелось бы предостеречь. Трояк сегодня получает шутер Вишил. Ну как, мне лично не очень. Конечно, здорово, что персонажи озвучивают актеры из одноименного сериала, но мы же не радио слушать пришли, на это же смотреть страшно. Так делали игры еще лет пять назад. Одним словом, с качеством продукта все понятно. Осталось разобраться с немногочисленными загадками, которые заготовили для нас разработчики Шилд. Вопрос. Помогите прокраситься мимо парней, которые стоят на крыльце. Они все время меня убивают. Отвечаем. Сначала ползите вдоль кустов, затем дождитесь, пока не подойдет другая компания. Они встретятся и завяжется драка. В это время ваш напарник подаст знак, что путь свободен. Таким образом вы без труда проберетесь в лого у бандитов и найдете все интересующие вас улики. Вопрос. Никак не могу выбить из подозреваемого имя торговца, который продал ему пистолет. Что мне делать? Отвечаем. Сначала постарайтесь как можно сильнее запугать его. Словесная перепалка может многое решить, но не в этом случае. Используйте все подручные средства, которые найдете в комнате. Если преступник вам не ответит даже после этого, приступайте к пыткам. Но не забывайте и о шкале HitMatter. Если перестараетесь, не видать вам поблажек со стороны полицейского управления. Гибель корабля – зрелище страшное и одновременно красивое. Вокруг на сотни километров раскинулась бесконечная водная гладь. А на палубе в это время бушует огненный ад. Корпус сотрясается от разрывов крупнокалиберных снарядов. Ноги скользят в лужах крови, мазута и воды. Горло режет от едкого дыма, который застилает все вокруг. А выйти на открытое место – смерти подобно. Battle Stations Midway – идеальная игра для всех тех, кто многие годы мечтал порулить целым виртуальным флотом. События Midway разворачиваются в самый разгар Второй мировой войны. В морской истории это было очень интересное время. Авиация и подводные лодки наконец-то стали полноценным оружием. Линкоры выросли до совсем уж неприличных размеров. А корабельная артиллерия достигла пика в своем развитии. В роли офицера Генри Уокера нам предстоит пройти через полтора десятка миссий, на первых порах командуя лишь небольшими корабликами, а ближе к финалу – целыми эскадрами. Игра поступила в продажу 30 января 2007 года. Локализацией занимается компания 1С. Русскую версию ждите в марте. Рекомендуемые системные требования. Процессор 3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, видеокарта NVIDIA 6800 или Radeon X800 и 256 МБ видеопамяти, а также 5,5 ГБ на жестком диске. Главный вопрос, как все это будет играться, решен примерно так же, как в «Стальных монстрах». Есть глобальная карта, где разрабатываются хитроумные тактические схемы, прокладываются маршруты кораблей и так далее. Но в любой момент можно стянуть себе адмиральский китель и самолично поучаствовать в битве. На выбор доступны все основные виды техники – самолеты, надводные корабли и подводные лодки. А в мультиплеере можно разделить роли и координировать свои действия с товарищами по команде. Один командует авиацией, другой – линкорами, третий – подлодками, а четвертый – все из кадров в целом. За геймплей мы ставим 5 баллов. Акцент в «Баттл Стейшн Мидвей» сделан именно на мультиплеер. Графика в игре не шикарная, но зато нет тормозов. Даже на рекомендуемых требованиях во время ожесточенных боев вы без потери количества кадров сможете насладиться красотой игры. За внешние данные ставим 5 баллов. Также вас порадуют качественные ролики с профессиональными актерами. Звуковое сопровождение прекрасно передает атмосферу происходящих баталий. Звуки выстрелов, взрывов и прочие спецэффекты сделаны аккуратно, но качественно и сочно. За звук мы также ставим 5 баллов. Фанатам симуляторов лучше сразу расслабиться. «Баттл Стейшн Мидвей» все-таки аркада. На реалистичное моделирование подводной лодки уходят годы, а если запихнуть в игру еще самолеты и корабли... Впрочем, до полного примитивизма разработчики тоже не опускаются. У всех типов техники есть зоны повреждений, и во время боя они каждый раз погибают по-разному. Наша общая оценка игры — 5 баллов. Получился эдакий Battlefield 1942 со стратегическим наростом и шестью десятками видов морской техники. Всем, кто неровно дышит к военному флоту, стоит взять игру на заметку. Попадание в боевую рубку может оставить корабль без управления, потому что офицеры в ней будут либо убиты, либо ранены, а приборы разбиты. Попадание в пушку выведет ее из строя, а подводная пробоина создаст крен. Всем, кого эта игра заинтересовала, смотреть наши ответы на ваши вопросы и советы по прохождению. Помогите, я играл в компанию и использовал перископ, но в других режимах он не появляется. Я даже переназначал управление. Как быть? Отвечаем. Единственное, что можем посоветовать, это использовать перископ на соответствующей глубине. Следующий вопрос. Мне очень нравятся дайв-бомберы. Одна из причин, когда они погружаются, их сложно обнаружить. Но мне кажется, что в сравнении с торпедами они не такие мощные. Посоветуйте мне, что лучше использовать. Отвечаем. По отдельности, ни один из этих видов оружия не дает такого эффекта, как одновременное использование торпед и бомб. Также можем сказать, что бомбы лучше подходят для маленьких кораблей и кораблей, у которых известны слабые места. Следующий вопрос. Как можно передавать юниты другим игрокам? Отвечаем. Для этого надо включить карту, навести курсор мыши на ваш юнит и нажать среднюю кнопку мыши или скролл. Появится список игроков. Выберите, кому вы хотите передать юнит. Следующий вопрос. Скажите, а могу я приземлиться на другой авианосец, если мой уничтожен? Отвечаем. Да, вы можете совершить посадку на любой другой ваш авианосец. На сегодня это все. Задавайте мне вопросы по прохождению на адрес faqsobakamustdfistv.ru Я обязательно отвечу. И не забывайте про форум на нашем сайте mustv.ru Я и там общаюсь с вами. До скорого. Играйте всегда и везде. С вами был Борик. Скоро увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!